Добрый день подписчики и зрители моего канала. В этом видео речь пойдет о немецких лесах. Эта тема затрагивает также и тему лесов по всей планете. Наш мир не так велик, но глобален, а точнее взаимосвязан во всем. Общая площадь Германии составляет на сегодняшний день 35 миллионов 720 тысяч 780 гектаров, а точнее 35 тысяч 720 квадратных километров. Из них почти треть занимают леса. Площадь немецких лесов составляет 11 миллионов 419 тысяч 124 гектара или 32 процента площади Германии. Но доктрина развития ставит перед собой цель довести это число до 33,5 процентов, что вполне вероятно в самое ближайшее время. Сейчас я иду в один из немецких лесов, чтобы осмотреть на месте один объект. Цель моего сегодняшнего похода мамонтовые деревья. Перед вами местная Останкинская телевышка, а точнее узел связи города Ульм. Это местная поганка, но к теме это не относится. 48 процентов лесов находятся в частном владении жителей Германии, 29 процентов принадлежит федеральным землям, 19 процентов находятся в руках корпораций и лишь 4 процента под управлением федерального правительства Германии. Основные породы деревьев растущих в Германии это ель, сосна, бук и дуб. Этими породами деревьев засажены 73 процента всех немецких лесов. Это вы сейчас наблюдаете на данной карте. Фихты это ель, кифер это сосна, буха это бук и айхе это дуб. На входе в лес, точнее на опушке, мне попался вот этот вот надгромный камень Девы Марии. Для каких целей его сюда притащили, тем более установили неизвестно. Ну вот стоит вот, идете вы в лес, помолились и пошли дальше. Вот такой запрещающий знак закрепили на дереве. Отсутствие больших площадей со старыми деревьями немцы трактуют средневековыми потребностями населения в дровах. И лишь с 1892 по 1912 годы начинается ширкомасштабное планированное разведение лесов в Германии. В настоящее время прирост лесных массивов превосходит их потребление для нужд населения. На диаграмме возрастной пирамиды лесов Германии вы видите площади лесов в гектарах и возраст деревьев. Слева лиственные леса, справа хвойные. Используя нехитрые математические вычисления, вы легко узнаете, когда высаживались саженцы, в каких годах это было на самом деле. Организация лесопосадок в Германии производится в виде сетки по секторам, так называемым трактам. Три вида посадки леса делятся на базовую плотность посадки, двойную плотность и четверную плотность посадки леса. Базовый квадрат имеет площадь 4 на 4 километра. Квадрат двойной плотности имеет площадь 2,83 километра на 2,83 километра. Квадрат четвертной плотности занимает площадь 2 на 2 километра. Я продолжаю свой путь к мамонтовым деревьям. Вокруг лишь сосны, доели и небольшой кустарник. Я не сказал бы, что лес достаточно плотный, партизанам бы прятаться здесь было негде. Под ногами шуршит опавшая листва. День для съемок удался, погода была солнечная, не обстоял на перекрестке и пошел дальше. Разглядывайте лес, смотрите, вероятно около вас растет точно такой же, но более неухоженный. Лес является легкими нашей планеты. Помимо этого он предоставляет рабочие места. Хворост в немецких лесах собирать запрещено, а вот грибы можно. Сейчас я покажу вам фотографию, на каком грунте растут деревья в Германии. В раскопанном шурфе на глубине 2 метра мы видим только глину. А вот на этой глине растут все деревья в немецких лесах. Шурф был сделан для измерения влажности почвы. Ну вот наконец-то я и подошел к моей цели мамонтовым деревьям. Походить по лесу и подышать свежим воздухом достаточно полезно для здоровья. Ну вот они, две мои красавицы. Здесь их красуются только три. Только три дерева этой породы остались в этом лесу. Итак, перед вами мамонтовое дерево, по-немецки мамутбаум. Ну а точное природное название этого дерева секвоя. По официальной версии, деревья эти сюда завезли из Калифорнии. Семена в Германию завезли в 1864 году. В 1865, в 1866 годах первые саженцы начали высаживать по всей Германии. На 1987 год из 100 тысяч завезенных семян и позднее высаженных саженцев, осталось лишь 106 деревьев. Я сделал несколько снимков этого дерева. Дерево пострадало от караидов. Посмотрев на это дерево со стороны и походив вокруг него, я почему-то не уверен, что этому дереву 150 лет. С моей точки зрения, это дерево гораздо старше, чем написано на табличке рядом. Добрый день, подписчики, зрители канала. Сегодняшний ролик я веду из леса. Как ни странно, лес называется Мамонтовый лес. Позади меня стоит здоровенная секвоя. Завезли их по официальной версии в Германию в 1864 году. Посадили первые саженцы в 1866 и теперь они стоят и растут. К сожалению, в этом лесу осталось всего лишь три дерева и больше их нет. Лес в основном молодой, возраст немецких лесов составляет 60-80 лет. Сейчас я подойду к дереву, чтобы мы могли сравнить размеры человека и толщину этого дерева. Судя по толщине дерева, ему явно не 150 лет, как нам рассказывают официальные источники, а гораздо больше. Из этих деревьев уцелело всего три и куда делись остальные, никто уже не расскажет. Это дерево номер один. Видно, что кара его поражена. Высоту примерно метров сорок, но эти деревья достигают 70-100 метров. Вот это дерево номер два, которое тоже еще пока сохранилось. И теперь я подошел к дереву номер три. Самое главное в этих трех соснах не заблудиться. Изучая официальные документы и подготавливая материал для этого ролика, я обратил внимание на то, что немецкие бюрократы занялись подробной статистикой в лесоводстве лишь с 1984 года. Более подробный мониторинг в этом направлении в открытых источниках на сайте немецкого минсельхоза BMEL отсутствует. Сейчас я иду к вышке, чтобы посмотреть ее поближе, отснять покрупнее, ну а точнее больше увидеть, что на ней навешано. Перед вами многоуровневый шпиль с площадками для обслуживания антенн. Вот она красотка. Наверху расположены фрактальные антенны, 5G антенны. В общем, вот чем нам образовывает купол и промывает мозги. Это все отсюда. Вот это вот с другого ракурса. Как ни удивительно и ни странно, электромагнитного излучения мой прибор здесь абсолютно не зафиксировал. И показатель стоит на нуле. Все, на сегодня хватит. Лесные съемки закончились. Выводы сделаны. Пора домой. Ну а вот тут вот можно помолиться Богу. Вот так вот обустроен внутри. Крест сверху. Еще один приделанный. Вышку вы все хорошо видите, да? Вот рядом с ней стоит опора, электропитание этой вышечки. Кобеля заходят вовнутрь и под землей идут к ней. А вырубить ее можно элементарно. Обычной перемычкой закинув на эти провода. Будет сильно искрить, но эффект будет. Излучение прекратится. Ну а теперь выводы из всего сегодня сказанного и показанного. Дремучие леса есть только в сказках. Так как все современные леса посажены схематично по специально разработанным сеткам высадки деревьев. Минимальное присутствие деревьев старше 160 лет, а точнее их фактическое полное отсутствие, указывает на то, что при более длительной продолжительности жизни различных пород деревьев имело место их массовое истребление или уничтожение. Основная масса лесных массивов на планете высажена в 50-70-х годах 20 века. Вы теперь продолжаете верить в то, что все старые деревья пошли на дрова в выдуманную эпоху возрождения. Посмотрите теперь внимательнее на деревья, растущие около вашего дома. Сходите или съездите в лес, расположенный рядом с вашим городом или деревней и посмотрите под другим углом на все, что там произрастает. Благодарю вас за внимание. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пока. Друзья, распространяйте это видео. Пусть люди, идущие на выборы, знают, что их ждет. Поделитесь роликом в соцсетях или отправьте знакомым. Оставьте пару комментариев. Это также поможет распространению. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!